МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кыргызстан улучшил свои позиции в индексе восприятия коррупции. Transparency International опубликовал исследование. Правозащитная организация Freedom House в своем отчете отметила, что Кыргызстан является самой свободной страной в Центральной Азии. Об итогах борьбы с коррупцией в материалах наших корреспондентов. Под председателем президента состоялось первое заседание Совета по сохранению и развитию национальной культуры. В эфире программа «Итоги недели» в студии Джилдис Джумабекова. Здравствуйте. Чуть ли не каждый день мы узнаем из сводок правоохранительных органов о том, что происходит в задержании чиновников при получении взяток и задержаниях граждан при их даче, о сокрытии налогов, о хищениях и других фактах коррупции. Видимо, настало время, когда все те, кто злоупотреблял должностным положением или все те, кто пытается решить вопросы по-свойски, начали наконец-то оглядываться. Никто не застрахован от того, что в СМИ может появиться разоблачающая статья или выйдет телевизионный репортаж, а на утро, как говорится, ты проснешься звездой. А в свою очередь СМИ не жалеют для таких героев первые полосы своих изданий. К слову, согласно исследованию правозащитной организации Freedom House, Кыргызстан признан самой свободной страной в Центральной Азии. Эти данные приводятся в отчете организации «Свобода в мире-2016». Понятие «общественное мнение» стало приобретать смысл. И на самом деле мы стали бояться этого общественного мнения. Это хороший знак, значит, не все так плохо. Еще в одном исследовании Международной организации Transparency International говорится, что Кыргызстан улучшил позиции в индексе восприятия коррупции. О борьбе с коррупцией, об итогах работы в этом направлении на этой неделе говорил секретарь Совета обороны Теймир Джума Кадыров на брифинге для журналистов. Там побывал и наш корреспондент Канат Канеметов. В последние годы Кыргызстан делает значительный прогресс во многих международных рейтингах. Если раньше такие организации, как Freedom House или Transparency International зачастую критиковали страну и ее руководство, то сейчас такого нет. Наоборот, во многих индексах Кыргызстан улучшает свои позиции. В рейтинге восприятия коррупции страна сделала рывок со 136-го места на 123-е. Итак, лидирующие позиции в рейтинге традиционно занимают Дания, Финляндия и Швеция. 91, 90 и 89 баллов соответственно. Замыкают список Афганистан, Северная Корея и Сомали. Кыргызстан в этом списке занял 123-е место, так же, как и Казахстан. Намного хуже рейтинги у соседей в Украине, Таджикистане и Узбекистане. Аховая ситуация с коррупцией в Туркменистане, который занял 154-е место и получил всего 19 баллов. Россия ненамного обогнала Кыргызстан, получив на бал больше и заняв 119. Рейтинг восприятия коррупции определяют на основе нескольких независимых от кого бы то ни было исследований, не местных, а международных. Transparency International – авторитетная организация, которая дорожит своей репутацией, так что сомневаться в правдивости рейтинга не приходится. Мы эти исследования очень тщательно отбираем. Исследования должны быть проведены заслуживающими доверия организациями. И в них должны содержаться вопросы относительно государственного управления в стране коррупцией. Одна из причин того, что Кыргызстан улучшил свои позиции в рейтинге – это политическая воля руководства страны бороться с коррупцией, считает Адулбек Шашимбаев. Это тоже учитывается при составлении рейтинга. Среди вопросов есть раздел, касающийся политической воли страны, руководства страны бороться с коррупцией. И одним из индикаторов является это заявление высшего руководства страны о коррупции. И другой индикатор – подписание каких-либо документов против коррупции. Вот у нас в последние годы как раз вот эти вот вещи, они проявлялись. Есть конкретный пошаговый план. На неделе Совет обороны подвел итоги 2015 года. Темир Джума Кадыров заявил, что без политической воли руководства страны подвижек в борьбе с коррупцией не было бы. Вот давайте откровенно говорить, на данном этапе антикоррупционная политика и антикоррупционная деятельность всего государства и те результаты, которые мы на сегодняшний день имеем и по линии международных институтов, это все благодаря политической воле президента. Наша задача, я всегда говорю, эта политическая воля очень высокая. Наша задача – выстроить систему, которая будет соответствовать этому уровню. Улучшение позиций страны на 13 пунктов свидетельствует о том, что международные организации замечают усилия по борьбе с коррупцией, утверждают экономисты. В целом это объективный показатель. На 13 пунктов мы улучшили свои позиции, именно потому что были неоднозначные очень события за прошедшие два года. То есть иногда происходили вещи, которые можно расценить как коррупционные, резонансные, но чаще всего на системном уровне происходили вещи, которые свидетельствовали о борьбе с коррупцией. В Совете обороны удовлетворены результатами работы по линии ДПС. Удалось внедрить электронную систему уплаты штрафов. Можно заплатить банковской картой, хочешь через терминал. Но и это не все. Четверть собранных инспекторами денег идет в кассу ДПС. Что еще немаловажно, увеличились и поступления в общий бюджет. По результатам 2015 года в бюджет государства через посттерминал мы получили 2 миллиона 700 сомов порядка. По банковским терминалам мы получили более 23 миллионов сомов. То есть эта система, это говорит о том, что эта система заработала, мы отчасти сократили вот этот контакт между водителями и сотрудниками ДПС. Большие трудности возникли в министерствах образования и здравоохранения. Чиновники разных рангов буквально саботируют рекомендации Совета обороны, говорит Темир Джумакадыров. Борьба с коррупцией в этих ведомствах несколько затормозилась. Впрочем, накопились вопросы и к энергетикам, архитекторам и многим другим. У нас есть вопросы в сфере Министерства здравоохранения. То есть большинство рекомендаций остаются нереализованными. Там, безусловно, есть и объективные причины, и субъективные причины. Несмотря на то, что есть отдельные результаты, и по Министерству образования у нас тоже есть вопросы. Сопротивление чиновников – явление естественное, уверены представители Трансперенси. Никто не хочет лишаться доходов, правильно? Тем более коррупционных, для которых не надо особо усилий, это же не предпринимательство, не надо там работать, лелеять, холить там свое предприятие, да? Политологи считают, что, несмотря на сопротивление чиновников среднего звена, стремление снизить уровень коррупции – есть. Все эти показатели говорят о том, что действительно коррупционная борьба ведется в Кыргызстане. И прежде всего нужно говорить о том, что все-таки, хоть и относительно, но прозрачность органов государственной власти существует. Единственный минус, наверное, в том, что не все уголовные дела по поводу коррупции возбуждаются в Кыргызстане. Они возбуждаются гораздо успешнее, чем в прошлые годы. Количество возбужденных дел в отношении коррупции увеличилось, но, к сожалению, не все эти дела доходят до суда. Совет обороны скептически относится к инициативе поощрять тех, кто сообщает о фактах коррупции, заявив, что это можно сделать и бесплатно. Без поддержки общества это явление трудно победить. Нам нужно работать еще и с обществом, прививать антикоррупционное поведение, прививать именно общественное порицание. Когда коррупционерам будет стыдно выйти на улицу, вот тогда мы добьемся серьезных результатов. С Тамиром Джумакадыровым согласны и в Transparency International. Государство в одиночку не сможет одолеть коррупцию. В этой связи я бы хотел отметить очень такую важную вещь, что необходима поддержка общества вот этим действием. Это обязательное условие. Само по себе государство, ему будет сложно бороться с этим. Для того, чтобы общество поддержало, там нужно доверие и понимание. Что это такое коррупция? В этом году в Совете обороны планируют укрепить достигнутые результаты. Есть и более амбициозные планы – кардинально улучшить позиции Кыргызстана в международных рейтингах. Планируем сделать так, чтобы наши граждане реально почувствовали в своей жизни кардинальное сокращение коррупционных проявлений. На неделю вышел и рейтинг Freedom House. Организация опубликовала отчет «Свобода в мире-2016». Так, по показателям организации, республика заняла первое место среди пяти соседних стран. В отчете Freedom House Кыргызстан признан самой свободной страной в Центральной Азии. Показатели политических и гражданских свобод оценены в 5 баллов. Государство заняло 38-е место. Узбекистан, занявший третье место в рейтинге, является наихудшим государством среди стран Центральной Азии. Политические и гражданские свободы в этой стране оценены правозащитниками в 7 баллов. Не лучшая ситуация с уровнем свободы в Туркменистане. Страна находится на четвертой позиции, и показатели политических и гражданских свобод в этой стране такие же, как и в соседнем Узбекистане. Таджикистан занял 16-е место в рейтинге с 7 баллами по показателю политических свобод и 6 баллами по уровню гражданских. Казахстан в рейтинге Freedom House занял 24-ю позицию с 6 баллами по показателю политических свобод и 5 баллами по уровню гражданских. Кыргызстан – флагман демократии в регионе. Такого уровня свободы, пожалуй, нет ни в одной стране Центральной Азии. То, что касается конституционных прав и свобод человека, например, это большинство политических прав, как право на свободу слова, право на свободу своего мнения, на свободу собраний и митингов, то Кыргызстан, наверное, это лидер по демократическим правам и свободам по сравнению со всеми среднеазиатскими государствами, где существуют авторитарные режимы, где, естественно, все это пресекается. Самое главное – после двух революций в Кыргызстане никому и в голову не придет становиться пожизненным главой государства или назначать руководителем своего аппарата родную дочь, как это делается в других странах. В республике думают о международном имидже и стараются, чтобы в мире страна ассоциировалась не с революциями и коррупцией, а с озиданием и развитием. Канат Кадеметов, Азамат Кадырток Тоев, Алтенхан Бабаев, Общественный Первый канал. В прошлом году Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза. Сегодня эксперты много рассуждают на тему, что было бы, если Кыргызстан не вступил в ЕС. Понятное дело, в условиях мирового кризиса эта тема не может не интересовать людей. Многие критикуют этот шаг, многие, наоборот, оправдывают и приводят аргументы в пользу вхождения страны в Евразийский экономический союз. Канат Канеметов собрал мнение специалистов. Подробности в следующем материале. Пожалуй, мир сейчас нестабилен, как никогда. Бушует экономический кризис, нефтяные державы несут колоссальные убытки. Никто не мог предположить, что стоимость барреля нефти опустится ниже 35 долларов. На мировой рынок выходят энергоносители Ирана, с которого сняты международные санкции. Спрос на сырье в целом замедляется. Падение рынка энергоносителей продолжается уже второй год, и экономика стран, основы экспорта которых составляет нефть, несет серьезные потери, вынуждая правительство туже затягивать пояса и задумываться над реформами. У ближайшего партнера Кыргызстана, России, из-за всего этого возникли большие проблемы. Курс валют соседних стран продолжает скатываться вниз по наклону. На фоне происходящего идут различные инсинуации, мол, стоило ли Кыргызстану входить в Евразийский экономический союз, может, лучше было бы остаться в стороне и выживать самому. Объективная реальность говорит об обратном. Представим, что официальный Бишкек гордо отвернулся тогда от соседей. Что было бы? Ну, первое, что приходит в голову – изоляция страны, Казахстан просто-напросто закрыл бы границы. Надо было бы торговать с той же Россией, с той же Казахстаном. Они являются объединением в союзе. Значит, мы должны эти барьеры преодолевать, чтобы наши товары поставлять туда. То есть мы бы оказались в определенной изоляции. С другой стороны, как бы изменилось положение наших мигрантов, которые сейчас там работают? То есть очень много вопросов возникло бы. И была ли бы у нас тогда стабильность в стране? Потому что ухудшение экономической ситуации в стране могло спровоцировать определенные такие политические моменты в нашей стране. Правильно же? Сейчас мы имеем на границах у нас все спокойно, внутри стабильность. Вы можете представить, что Кыргызстан в блокаде находится. То есть мы не можем ни получить что-то, мы не можем ни поставить, мы не можем выехать, не можем трудостроиться. И это все бы еще больше усугубило бы экономическое положение республики. Главные торговые партнеры Кыргызстана – Россия. Сразу же за ней идет соседний Казахстан. Кыргызстан импортирует из этих государств нефтепродукты, пшеницу, рис, муку и много чего еще. Львиная доля экспорта тоже приходится на рынок ЕС. Сельхозпродукция, товары текстильной и швейной промышленности. Куда бы девала республика все это, если бы границы с Казахстаном были закрыты. То есть мы не смогли бы поставлять нашу продукцию. Были бы введены, скажем так, какие-то санкционные пошлины для товаров. И, соответственно, наши товары бы не были конкурентоспособны. Наш товар бы не уходил дальше Кыргызстана. Кстати, о таможенных пошлинах. Если кто забыл, когда Бакиевы расторились с Россией, та ввела пошлины на возг СМ. Стоимость бензина и солярки тогда резко подскочила, спровоцировав волну роста цен буквально на все. Закончилась эта история гражданскими волнениями и кровавой сменой власти. Сейчас же все товары, в том числе и ГСМ, завозят без никаких пошлин. Я могу сказать, что то, что сегодня у нас горюче-смазочные материалы относительно дешевые, чем в Таджикистане, в Узбекистане, это тоже роль Евразийского экономического союза. Ну, я думаю, где-то порядка где-то в среднем на 8-10 суммов у нас дешевле. Вступление Кыргызстана в Евразийский экономический союз просто совпало с мировым кризисом, считают специалисты. Но если бы Бишкек затянул тогда этот процесс, сейчас ситуация была бы весьма плачевной. Глупо жить иллюзией, что если Кыргызстан отказался бы от членства в ЕС, рубль не обвалился, а цены на нефть остались на прежнем уровне. Кажется, все эти проблемы связаны, вот если бы не вступили, бы ничего такого не было. Да если бы мы не вступили, что кризисы мирового бы нас не коснулся, еще как сильнее. Кризис не только в Кыргызстане, но и в других странах. Но не вступив, мы бы этот кризис ощутили бы еще больше. Альтернативы Евразийскому экономическому союзу у Кыргызстана попросту не было и нет. Страна не имеет выхода к морю и общих границ с другими подобного рода объединениями. С кем еще дружить, если на протяжении многих лет товарооборот с тремя странами таможенного союза составляет 44%. При этом экспорт равен 40%, а импорт 47%. Я знаю, что будут еще проблемы, но поверьте мне, это лучшее, что мы могли сделать. Нас, честно говоря, могли не принять в этот союз. И были страны, которые были против этого. И представьте, мы сейчас были бы одни, и возможно, мы уже были бы экономически заблокированы. Посмотрим, что сейчас происходит в Молдове или на Украине. Перед этими государствами тоже стоял вопрос, какой геополитический вектор выбрать. Ну, случилось то, что случилось. На Украине бушует пожар гражданской войны, в Молдове многотысячные акции протеста. И здесь, как я уже сказал, не надо быть экспертом, чтобы понимать, что определенные такие вещи, возможно, было бы, что и у нас могло бы произойти. То есть, это обратно же раскол элиты, разлом общества. Украина, Молдова, я просто хочу сказать, там ситуация вообще ахова. На Украине сейчас инфляция по итогам года 43-45%. Сравните с нашими 6,5%. Сейчас у них падение производства очень сильно идет, экономики. Вот у них внутренние проблемы возникают. В Молдавии что творится. В Молдавии идет вопрос о том, о смене власти фактически, недоверие полностью к власти, бесконечные митинги. Кстати, о мигрантах. Миллион соотечественников трудится в России и Казахстане. Нетрудно предположить, что было бы с ними, не окажись Кыргызстан в составе Евразийского интеграционного объединения. Как вы знаете, если ранее наши граждане, в основном многие работали нелегально, то сейчас этот вопрос уже не стоит. Наши граждане на общих основаниях с другими гражданами Евразийского экономического союза могут спокойно передвигаться по пространству, могут спокойно устраиваться на работу. Партнеры Кыргызстана оказали серьезную поддержку и в преддверии вступления страны в организацию помогли оснастить оборудованием пункты пропуска лабораторий. КПП «Акт-Элект» на границе с Казахстаном ворота на 180-миллионный рынок ЕС. Львиная доля грузопотока, а это более 70%, идет именно через этот пункт пропуска. Фитосанитарный надзор снят, а это значит, что кыргызская система контроля признана партнерами и отвечает всем требованиям. И прохождение данных грузов, как сами видите, здесь проблем не возникает. По прохождению грузов можно отметить, что за декабрь месяц прошлого года увеличился поток на 15-20%. А январь месяц, так как много продукции находится в хранилищах и многие крестьяне выжидают повышение цен, грузопоток уменьшается. Грузовые потоки идут днем и ночью. Каких-то проблем с переходом границ люди не испытывают. Везут в основном сельхозпродукцию – картофель, овощи, фрукты. Здесь нормально, сколько проезжаю, нормально, не жалуемся. На погранслужбу, так что претензий нет. Это московский район. Бизнесмены знают, что вывозимый товар должен отвечать всем стандартам качества. Прежде чем вывезти ту же самую морковь в Россию или Казахстан, предприниматели везут продукцию на вот такие базы. Здесь ее моют и сортируют. Экспортируют только самое лучшее и отборное. У меня 20 гектаров угодий. Зимой морковку храним в холодильниках. И когда цены нас устраивают, ближе к весне привозим сюда. Приводим ее в товарный вид и отправляем в соседние страны. Со снятием фитосанитарного контроля желающих заработать стало больше. Люди ориентируют свой сельскохозяйственный бизнес на экспорт. Пока экспортируют меньше, чем ожидалось. Люди заняли выжидательную позицию и ждут повышения цен. Связано это с мировым кризисом, но тем не менее товары идут через границу. Примечательно, что если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Так что российские и казахские предприниматели осваивают кыргызский рынок и за товаром приезжают сами. Мы закупаем морковь. Все отлично. На таможне не испытываем трудности, как раньше. Никаких денег не платим. Задача же государства – подсказать фермерам, что именно им выращивать, чтобы потом не прогореть. Этим уже занимаются специалисты, работают с населением. Евразийский экономический союз – это шанс для Кыргызстана возродить промышленность и сельское хозяйство. Этой возможностью грех не воспользоваться. Канад Канеметов, Бактур Сындуй Шембеков, Общественный Первый канал. Тема вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз мы продолжим в беседе с вице-премьер-министром Олегом Панкратовым. Здравствуйте, Олег Михайлович. Добро пожаловать в нашу студию. Олег Михайлович, курс доллара растет. В соседних республиках мы наблюдаем обвал национальных валют. А какова ситуация у нас в Кыргызстане? Да, действительно, есть определенные тренды. Это, в первую очередь, падение цен на нефть. И наши соседи были очень сильно привязаны к этому экспортному продукту. И, соответственно, падение цен на нефть вызвало и очень резкое колебание их национальных валют. Мы напрямую к нефти не привязаны. Но, будучи в рамках СНГ, будучи в рамках других экономических объединений, традиционно сложилось, что мы очень тесно связаны с этими странами, как с нашими торговыми партнерами. Это один момент. Второй момент. Мы все прекрасно знаем, что достаточно большое количество наших граждан ведут трудовую деятельность в странах, в первую очередь, Российской Федерации, в Казахстане. Вот через эти два составляющих мы наблюдаем тоже давление на нашу национальную валюту. То есть, мигранты стали приводить несколько меньше денег. Соответственно, поступление валюты уменьшилось. На рынке образуется небольшой дефицит. Это влечет за собой изменение курса валюты. Стали меньше немножко экспортировать товаров. Опять же, меньше поступают валюты. Опять давление на национальный слом. Опять мы видим изменения. Но они достаточно более мягкие и, можно сказать, в приемлемых масштабах по сравнению с тем, что происходит у наших соседей. Скажите, пожалуйста, эксперты говорят, что ЕАЭС – это хорошая возможность, которой нужно воспользоваться. Почему мы должны это воспользоваться? И что оно нам дает ЕАЭС? Да, на самом деле, сегодня в мире ситуация такова, что произвести какой-либо продукт практически никакой проблемы не составляет. Бизнес очень быстро может найти ресурсы, технологии, создать производство и производить продукт. Вопрос только в том, где этот продукт продать. Поэтому все страны ищут и борются за рынки сбыта. И, соответственно, наше присоединение к ЕАЭС – это тоже своеобразный этап такой борьбы. Потому что, став членом этого объединения, мы получили преференциальный режим торговли с этими странами. Мы сейчас чувствуем, что наше, допустим, швейное производство на 30% теряет. Потому что люди в России, в Казахстане стали меньше покупать. У них стало меньше денег. Но 70%-то они покупают. Будучи вне Союза, мы бы вообще ничего не смогли. Для продателей эти поставки были очень маленькие. Ограничены были бы. Олег Михайлович, а если бы мы не вступили в таможенный союз, какого было положения наших трудовых мигрантов в России и Казахстане? Очень хороший вопрос. Если бы мы не вступили, тенденции мы уже просматривали накануне вступления. Вы помните эти огромные черные списки. Вы помните проблемы с необходимостью сдачи экзаменов, получения патентов, разрешения на работу. То есть любая страна, которая не приняла на себя никаких обязательств, принимает меры, чтобы защитить свой рынок труда, чтобы не допустить на этот рынок иностранных граждан. И тогда бы мы были иностранными гражданами. На нас все эти ограничения действовали. Мы бы видели тенденцию, что количество наших мигрантов постоянно бы уменьшалось, либо оно уходило в теневой сектор, где мы видим и нарушение прав наших мигрантов, и низкую заработную плату и так далее. И у меня последний вопрос. Сейчас переходный период. Мы вступили в ЕАЭС. Естественно, на это требуется время, чтобы интегрироваться полностью. Вот сколько оно может еще продолжиться? Да, действительно, это не такой процесс, который одномоментно произошел. Вчера было плохо, договор подписали, договор вступил в силу, и сегодня все стало хорошо, посыпалась манна небесная, как говорится. В рыночной экономике государство не имеет перед собой цели строить заводы, фабрики, выпускать какую-то продукцию. Этим занимается частный сектор. Для того, чтобы частный сектор принял решение разместить в той или иной стороне какое-то производство, должен быть определенный набор факторов, которые будут стимулировать его к принятию такого решения. Значит, какие это факторы? Это хорошее законодательство, то есть нормальные приемлемые налоги, хорошая разрешительная система, невмешательство, защита права частной собственности и так далее. Над этим мы очень долго скрупулезно работаем. Этот вопрос мы фактически решили. Второе, и ключевой, наверное, вопрос, это рынок сбыта. То есть, когда рынок сбыта 6 миллионов человек, соответственно, интереса у крупного производителя такой рынок не вызывает. Поэтому, не будучи уверенным, что этот товар будет уходить в другие страны, где большие потребительские рынки, никогда предприниматель не придет и не откроет бизнес. Соответственно, пока предприниматель не убедился, что все, Кыргызстан стал членом таможенного союза, он до этого момента не должен был и не мог прийти. После этого мы сразу увидели тенденцию, что огромный интерес появился. Ну и еще один очень важный фактор, это наличие кредитных ресурсов, потому что это общемировая практика, когда бизнес открывает новые предприятия, новые производства, привлекая заемные средства. У нас в стране должны были быть институты, которые такие средства для бизнеса предоставляли бы. Значит, своими силами и в наших реалиях, в наших экономических реалиях, такие кредиты предоставлять было бы очень сложно на коммерческих условиях. Поэтому, когда мы говорили о вступлении, одним из первых вопросов, которые мы подняли, создание такого финансового института, который бы вот этот вопрос решил, снял. И, естественно, такой институт был создан, я сейчас говорю о Кыргызско-российском фоне развития. То есть сегодня мы там уже имеем 300 миллионов долларов, сегодня мы имеем механизмы, и первый кредит уже начали выдаваться. То есть теперь мы уже большинство стимулов, которые необходимы для размещения производства в Кыргызстане, имеем. Может быть, еще не все, но в большей степени мы их имеем. И отсюда мы ожидаем результаты, что бизнес к нам пойдет. Первый ласточки уже есть. Соответственно, как минимум год-два, это тот минимальный срок, который необходим, чтобы бизнес принял решение, получил кредитные ресурсы, пришел, начал строить свое предприятие. Поэтому, я думаю, вот 2016-2017 год, это тот год, когда будет вот этот переходный период. И к 2017 году мы будем, мы ожидаем, что бизнес уже несколько адаптируется, к новым условиям. И, соответственно, уже будут первые какие-то посылы уже в сторону государства. То есть новые налоговые поступления, новые рабочие места, ну и так далее. Спасибо, Олег Михайлович, что нашли время и пришли в нашу студию. А я еще раз напомню, что у нас в студии был гость, вице-премьер-министр Олег Панкратов. Продолжим программу. Вряд ли взрослый человек, которого не смогли воспитать в свое время мама и папа, может стать добросовестным, не занимающимся коррупцией гражданином, только из-за каких-то санкций и ограничений. Возникает вопрос, что тогда меняет человека? Только культура. Почему? Потому что только культура не подстраивается под человека, а наоборот, сверху задает ему высокую планку. Если заглянуть в историю великих государств и империй, то можно заметить, что их расцвет приходит именно к тому времени, когда не случайно, а последовательно вырабатывалась целая машина по продвижению культуры. И наоборот, их упадок приходит к тому моменту, когда происходит духовно-нравственная деградация правителей, а за ними и масс. Именно культура является инструментом для объединения народа. Политика без культуры способна лишь разобщать людей. И тогда тезис, выдвинутый одним из основателей идей либерализма английским философом Томасом Гоббсом «Война всех против всех» или «Человек человеку-волк» находит свое подтверждение. Впрочем, это мы успешно демонстрировали все годы независимости. Накануне под председательством президента у Мазбека Тамбаева состоялось первое заседание Совета по сохранению и развитию национальной культуры. Поднимались вопросы, которые долгое время были на втором плане. Диана Мамекова расскажет подробнее. Произошедшие за последние годы в Кыргызстане изменения свидетельствуют об уверенном движении страны по пути создания собственной модели развития. А чтобы развитие было эффективным, а не на время, необходимо укрепить не только экономику, стабилизировать политическую обстановку, но и ценить и почитать историю и культуру своего народа. Объявленная президентом 2016 год, годом истории и культуры, заставила задуматься над главной задачей страны. Все историки, государственные и общественные деятели в один голос твердят, без знания этих двух вещей ни одно государство не может быть сильным. А подписанный на днях президентом указ о создании Совета по сохранению и развитию национальной культуры доказал, что руководство страны будет усиленно работать в этом направлении. Выступая перед членами созданного Совета, глава государства отметил, что потеря культуры, потеря нравственных ориентиров может обернуться большой бедой для общества и государства в целом. Культура требует особого внимания и имеет важное значение в деле укрепления государственности и единения народа страны. Без ее развития невозможно сохранить главное богатство, человеческий потенциал, отметил президент. Если, если ищен культуры, каждый из них есть на 설명е, то при этом имене. И очень важно. И очень важно. Народный писатель Бексултан Джакиев сказал, что в свете политических и экономических событий в мире история и культура отходят на второй план. И очень кстати, что 2016 год объявлен годом истории и культуры. Пора работать над укреплением ценностей, над изучением своей истории. История государства и его культура неразделимы. Если мы будем знать свою историю, а не переделывать её, признавать все положительные, так и отрицательные моменты, только тогда наша страна будет сильной. Необходимо работать над возрождением духовности. От навязываемых извне моральных норм мы должны избавиться. Нужно сохранить самобытность, отметили участники заседания. Отсутствие духовного развития всегда приводит к печальным последствиям. Исконно традиционная одежда кыргызов никогда не противоречила истинным нормам традиционного ислама. И нельзя под религиозным прикрытием навязывать современной молодёжи чуждые ценности. Наша традиционная религия – ислам, но, к примеру, когда говорят, что наши женщины носили раньше хиджаб, это неправда. У нас был другой головной убор, который каждая женщина носила соответственно своему статусу. Нынешнее поколение кыргызстанцев должно знать об этом и не забывать. Кыргызстанцы должны знать об этом и не забывать. Сохранение и развитие культуры – одна из актуальных тем сегодняшнего дня. И хорошо, что сейчас она стоит во главе обсуждения. С решением этого вопроса мы можем поднять патриотический дух, обогатить внутренний мир не только старшего поколения нашего народа, но и всей молодёжи. Это объединит весь кыргызский народ. С таким энтузиазмом народ пойдёт на развитие. Председатель рабочей группы Совета по сохранению и развитию национальной культуры Султан Раев подчеркнул важность подписанного указа президента. Я считаю, что указ очень своевременный и имеет огромное значение. В документе две особенности – глобальная и локальная. Локальная заключается во внутреннем развитии страны. А вот глобальная особенность в том, что сегодня в мире идёт не насилие над миром, не столкновение ресурсов, а столкновение культур. Альтернатива в этом – укрепление своей национальной культуры, поэтому я считаю, что очень своевременный указ. А вот по словам композитора, народного артиста Тугульбая Казакова, в развитии культуры необходимо особое внимание обращать на реформирование системы школьного образования. Необходимо со школьной скамьей, а может даже раньше, прививать любовь к родине. В народе говорят, что человек преклонит колени только перед любимой страной. Мы должны влиять на сознание наших детей. Они должны с малых лет знать о том, что любить родину – это равносильно тому, что любить маму и родных. Каждый человек должен знать, что он гражданин не только какой-то там страны, а именно Кыргызстана, у которого есть своя история и своя культура. До этого ни разу не обращалось внимания этому вопросу, да ещё и на президентском уровне. Сейчас повсеместно наблюдается деградация общества. Прежде чем шагать вперёд, мы должны оглянуться назад и вспомнить, кто мы. Поднимался вопрос и о необходимости усиления мер по обеспечению информационной безопасности. Многие приграничные сёла смотрят программы передачи других государств, отчего это происходит непонятно. Это всё влияет на формирование детей, они учатся на том языке, на котором и транслируются эти программы. Примечательно то, что средства массовой информации на этот раз являются не сторонними наблюдателями, а членами совета. Теперь они будут не просто отражать то, что происходит, но и непосредственно участвовать в этой дискуссии и предлагать своё видение. Так, к примеру, у общественного Первого канала много запланированных мероприятий. КТРК готовит открытие нового канала «История, культура и язык», который будет запущен 1 марта. Про историю, про идентичность нашу, про национальную идентичность, про традицию, про язык, про культуру – это обычно те сферы, которые молодёжь очень плохо, очень тяжело воспринимает. И наша задача в том, чтобы дать им это очень интересно, лаконично и самое главное – положить зерно в их сознание о том, что мы древнее государство, что у нас большое будущее. А в тех людях, которые не кыргызы, в них мы должны зародить чувство, что они, знаете, относимы к этой стране, что они чувствуют себя кыргызстанцам, что они защищены в нашей стране, что они могут быть успешными в этой стране, понимаете. И поэтому вот здесь многогранная работа. По словам главы государства, важно сохранять и развивать национальные традиции, формировать современные модели поведения. Каждый гражданин, вне зависимости от нации, должен знать, ценить и почитать историю и культуру своего народа. Кыргызстанда жасаған арберлуты, эзюн кыргыз жараны сезеш керекте. Безден мақсат, бұна гёпулутты, кыргызелин, кыргыз жарандарын, эзюнен мекенен, болгоны бірлі мекеневис бардеп, бүйретіп, башқа бір жолменен аппет шекеректе. Ошану чин, албетте, шу гёпулутты, бізден кыргызелин еліглайын десек, кыргызели, ғлуттын вёзегу каторы, әчкімді гемсінпей, әчкімді бөлбей, башқа бәлбейді. Глава государства отметил, что члены совета должны подумать над тем, как государство может помочь деятелям культуры и искусства молодому поколению, чтобы добиться развития национальной культуры. Предложения прозвучали сразу же. В Национальной художественной академии ситуация плачевная, К примеру, раньше была служба, которая следила за памятниками в городе. Сейчас ее нет. Они остаются без присмотра. А нужно, чтобы за ними ухаживали, реставрировали их при необходимости. В Бишкеке есть музей под открытым небом. Со всего мира тогда приехали скульпторы и делали свои работы из различных камней. Оставили у нас это богатство, но теперь за ними никто не смотрит. В Таласе, в Шекере есть музей с разными памятниками. За ними тоже не смотрят. Это упущение, ведь посредством музеев можно ознакомить молодежь с историей и с искусством. Говоря о культуре, я хочу сказать, что когда я был депутатом, я старался помочь Союзу писателей, но не смог в силу определенных обстоятельств. Все упиралось в законы, все творческие объединения превратились в общественные. Поэтому правительство должно поднять этот вопрос в год истории культуры. Нужно создать законопроект относительно Союза писателей и передать на рассмотрение в Джокур-Кукиниш. Мы раньше не знали, как бороться с так называемыми «черными археологами», и мы придумали – будет работать национальный инспектор по археологии. Это стало существимо при поддержке правительства. Что касается тысячелетия Баласагына, мы сейчас уточняем тактику наших действий по празднованию этого юбилея. В разных странах Джосупа Баласагына изображают по-разному. Вот у нас он изображен на нашей валюте. А также перед национальным университетом мы решили использовать этот образ. Помимо сохранения произведений, литературы и искусства, необходимо выработать чёткие предложения и конкретные меры по поддержке культуры, популяризации мероприятий культурной направленности. Есть хорошая фраза – нет успеха непродуманной работы. Поэтому прежде чем начать дело, мы должны чётко продумать его. Сейчас активно идёт работа по развитию и распространению национального языка или же концепция по вопросу религии. Потому что чётко были продуманы нюансы. Теперь же нужно разработать концепцию развития культуры. И не на малый срок, а на 8-10 лет. А планы есть, и они уже начали осуществляться. В Минкультуре информировали участников заседания о планах ведомства по дальнейшему развитию культуры в текущем году и на перспективу. Так, по мнению главы ведомства, этот год будет особенным. «Запланировано проведение более двух тысяч культурных мероприятий, в том числе таких крупных, как Вторые всемирные игры кочевников. Подобные мероприятия направлены на поднятие имиджа страны, сохранение национальных традиций и популяризацию культуры». Подытоживая заседание, собравшиеся пришли к единому мнению, что ни экономика, ни социальные аспекты, ни политика не являются основным стержнем государства. Основа сильной страны является история и культура. Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул особую важность работы Совета и вопросов, вынесенных на его обсуждение, для развития страны и укрепления государственности. Глава государства рекомендовал членам Совета сформировать четкие предложения по развитию национальной культуры для выработки конкретных механизмов поддержки деятелей культуры, творческой интеллигенции и талантливой молодежи. Диана Мамекова, Алтын Хамбабаев, Улан Сатеев, Общественный Первый канал. Итоги недели. Путь один. Надо делать ставку на культуру, она всех подомнет под себя. Должна быть общая планка, которой внутренне все должны будут соответствовать. И в завершении программы подборка главных событий недели Дайдюс подготовила Эльнура Молдокадырова. 25 января, понедельник. Газификация страны идет полным ходом. Компания «Газпром Кыргызстан» выполнит все обязательства перед республикой. Подписан закон о ратификации соглашения о предоставлении кредита для финансирования проекта реабилитации Токтогольской ГЭС. Алмазбекатамбаев принял известного теолога Кадыра Маликова, отметив роль эксперта в профилактике преступлений экстремистской направленности. Депутаты предлагают перенести обязательное страхование жилья и авто на 2020 год. Правительство, в свою очередь, намерено отменить штрафы за отсутствие ОСАГО до 2018 года. В Чуналайском районе начата реставрация исторической стены, построенной во времена Каканского ханства. 26 января, вторник. За профессиональные заслуги и вклад в развитие отечественной журналистики. Глава государства вручила представителям средств массовой информации именные часы. Подписан указ о назначении выборов депутатов местных Кенеши, Баткенской, Джалабадской, Нарынской, Иссыкульской, Чуйской, Урсской областей и города Ош. Выборы назначены на 27 марта. Премьер-министр Тимир Сареев в Баткенской области ознакомился с ходом строительства дороги Кукта-Шахсай-Тамды. Главе правительства отчитались по итогам социально-экономического развития области. Хозяева более 50 домов, пострадавших во время землетрясения, в ноябре нуждаются в получении суды на строительство. Куксипа-Каргызки. Обычная семья в Таласской области наладила производство пищи быстрого приготовления джубка. 27 января. Среда. Секретарь Совета обороны назвал госорганы, в которых труднее всего идет борьба с коррупцией. Чиновники в силу разных причин саботируют рекомендации рабочей группы. В индексе восприятия коррупции Кыргызстан со 136-го поднялся на 123-е место. В городе Нарын прошел мирный митинг. Протестующие выдвинули несколько требований и высказали жесткую критику в отношении работы правительства. Бишкекский горсуд отпустил под домашний арест замдиректора МПЗ Джунда Юшан Лина, ранее задержанного за неуплату налогов 54 миллиона сомов. Министр здравоохранения на встрече с президентом рассказал о мирах по повышению качества медицинских услуг. Президент подписал указ об образовании Совета по сохранению и развитию национальной культуры. 28 января четверг. В текущем году основное внимание будет уделено усилению выработка превентивных антикоррупционных мер. Глава государства принял директора антикоррупционной службы ГКНБ. В мэрии с участием премьер-министра Темира Сарьева подвели итоги работы столичного муниципалитета за прошлый год. Заместители одной из столичных автошкол задержались со взяткой в 2000 долларов. Первая леди Раиса Тамбаева передала от имени президента сертификат на 1 миллион сомов общественному объединению детей-аутистов. 29 января пятница под председательством президента состоялось первое заседание Совета по сохранению и развитию национальной культуры. В Исакульской области новый полномочный представитель правительства. Вице-премьер Олег Панкратов представил активы региона нового полпреда области Асхата Акибаева. Красный полумесяц Ирана оказал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Ужской области. В штаб-квартире организации состоялась передача груза. 30 января суббота. Мэрия Бишкека оштрафовала на 2000 сомов девушку, щелкавшую семечки в парке имени Ататюрка.